Российские политики начинают подготовку к федеральным выборам. Накануне на пленум собирался ЦК КПРФ. Обсуждали ближайшие задачи. И лидер коммунистов Геннадий Зюгланов сейчас в нашей студии. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Ну что, вы определились, я так понимаю, с ближайшими задачами на ближайшие месяцы, по крайней мере, до выборов? Да, мы собирались 500 человек, все лидеры, руководители, ученые, специалисты. У нас было два главных вопроса. Это наука и образование. Без этого нет будущего ни одной страны. Причем доклад был и моего зама Мельникова, который блестяще знает, и доклад Жерес Ванчалферова, Нобелевского лауреата. Были представители всех академий, школы, образования. Мы приняли целую реальную программу образования для всех, а не для избранных. Это вопреки тому закону, который вносил Фурсинг в Думу. Причем мы до этого еще на встрече всей общественной страны, на слушаниях в Думе, обсудили эти проблемы. Причем наша программа, на мой взгляд, вызывает огромный интерес. Мы сейчас с ней пойдем во все аудитории, к родителям. И уверен, что нас поддержат минимум 9 из 10 граждан России. А может быть, какие-то детали уже рассказали? Например, Фурсинг внес основные предметы. Помните? Физкультура, ОБЖ и России в современном мире. Еще раз хочу повторить. Раб должен быть здоровый, отбиваться сам на лечничной клетке и знать, кто хозяин в мире и его язык. Вот смысл предложений Фурсинка. Наша задача, чтобы человек имел классическое образование, подготовку. И дальше для него были открыты все двери. Классических предметов 19. Восемь урезал Фурсинг. И мы настаиваем на том, чтобы классическое образование русское и советское сохранили. Но и приумножили новейшим достижением. Мы считаем, без русского литературы и истории не может быть гуманитарного нормального образования. Не может быть человека с развитой душой и совестью. Без этого вы, манкурты. Без физики, химии, математики и биологии не было сделано ни одного последнего открытия. За последние 50 лет на стыке этих наук все главные открытия сделаны. Очень важно, чтобы гарантировалось всеобщее образование для всех. И государство отвечало за это. А не каждый бы нарезал свою делянку. Понимаете, те, кто вносил этот закон от имени правительства. Их детки в основном учатся за кордоном. А нам надо учить своих детей. Второе очень важное условие, чтобы научные школы, которые мы создавали. А у нас великолепная наука была. Еще не так давно каждое третье мировое открытие было сделано нашими учеными-специалистами. Поддержать. А для этого нужно вводить субсидирование государства по линии образования минимум 7-8%. И по линии науки еще около 4%. А сегодня это какие цифры? Сегодня и двух нет. А по образованию вообще крохи это безобразие. Кстати, посмотрите, кто сегодня вырвался вперед и выходит из кризиса. Китай последние 10 лет каждый год на 10-20% увеличит финансирование своей науки и образования. То же самое и американцы. Американцы вообще каждый второй доллар в прошлом году вложили в новую биотехнологии. Мы предложили, мы приняли реальную программу. И уверен, она пойдет и нас активно поддерживает. Это вот первое условие. Второе связано с развитием реального сектора производства. Мы считаем, что без вложений в сельское хозяйство, промышленность, в современные технологии невозможно провести никакой модернизации. То есть, по сути дела, нужен НЭП номер 2. Нужна современная индустриализация на основе новейших достижений. А для этого надо поддержать все научные школы, свои институты. У нас 27 тысяч осталось профессоров в России. 17 тысяч профессоров наших трудятся в американских лабораториях. Сейчас от Японии до Америки наши специалисты, многие нарасхваты, хорошие математики, программисты. Можно их вернуть. Но для этого надо как следует заплатить. И для этого надо создать надежные бытовые условия. Еще у нас целый раздел конкретных предложений. И еще очень важно, должен быть престиж этой профессии. Сегодня учитель получает жалкие крохи. Врач такой же ситуации. Инженер просто, он должен пользоваться огромным авторитетом и уважением. Это касается и рабочего, крестьянина, тех, кто своим трудом создает главные ценности на земле. Вот из этих блоков состоит наша программа. И мы ее оформили и в модернизации, и имя модернизации социализм. Но без справедливости, высокой духовности невозможно. И без роли государства. Это и есть социалистический уклад в жизни России. Причем это делается на фоне того, что современный мир проложает сползать в пучину хаоса и беспредела. Вот то, что вы видите сегодня в экономике, видите в Северной Африке, в Ливии. То, что вы ощущаете, трясет Японию с разрушенной атомной станцией. Это очень тревожные сигналы каждому из нас, что надо вовремя одуматься и взяться за серьезную учебу и достойную работу. Геннадий Андреевич, вот вы сейчас сказали про то, что нужно вкладывать реальные деньги в сельское хозяйство, в промышленность. Но ведь все это говорят. Вот в чем особенность именно коммунистической программы? Особенность в том, что говорят нет денег. Вы слышите это откуда на регулярно? А наша программа заключается в следующем. Все огромные богатства страны, а наша страна очень богатая, должны работать на каждого человека. Сегодня получилось так, что 15 кланов приватизировали все огромные недры и богатства. И они работают на их карман. Возьмем нефть и газ. Ну, допустим, нефть. Сегодня за нефть идут все войны и сражения, в принципе. Что делает Саудовская Аравия? Продали тонну нефти. 91% дохода идет в государственную казну. Я был в Персидском заливе. Всем детям гарантировано бесплатное образование, медицинское обслуживание, хороший дом, приличная машина. И все формы социальной защиты и поддержки. Что делает Норвегия? Добыли нефть. Из каждой тонны 82% взяли государственную казну. Всем бесплатное образование. Стали лучшими спортсменами по человеческому потенциалу Норвегии в первой тройке. Что делают в Америке? Тоже добыли нефть. Но когда добывают, еще в мире покупают. 60% идет тоже в казну. Бедным талоны на продовольствие и все остальное. Что делает у нас? А у нас всего 30 с небольшим процентом идет государство. Остальное в карманы засунули. Яхты купили, футбольные клубы. Туда смылись. Там их детки. А мы сидим, разводим руками и говорим, как же так? У учителя жалкая зарплата. Мы предлагаем национализировать минеральную сырьевую базу. Уже в Казахстане Назарбаев он умный и хитрый. Уже вовремя уцепился. Уже сам протащил похожий закон. Вот мы сейчас развернули народный референдум. И одним из ключевых вопросов является национализация минеральной сырьевой базы. Раз. Квартплата и коммуналка не больше 10%. Два. Гарантии каждому ребенку бесплатного образования. Три. И личная общественная безопасность. Целые формы методов борьбы с коррупцией, бандитизмом и преступностью. Давайте решим эти четыре вопросы. И увидите ситуацию. На глазах станет изменяться. Еще одно. У нас 500 миллиардов долларов в заначке лежит. Но почему не вложить в село, в промышленность, помочь малому и среднему бизнесу? Нет. Сейчас получили дополнительные находы и сидят, как собака на сене, на этих огромных богатствах. Сколько у нас получает человек? 15% живет от 3,5 тысяч и менее. Заплатите за коммуналку. Это не просто нищий. Это петля на шее. Еще примерно 40% живет до 7,5 тысяч. Еще 30% живет до 17,5 тысяч. И так 80% граждан живет до 17,5 тысяч. Заплатите за квартиру, коммуналку 2, 3, 5, а у них кое-где уже почти 10. И у вас нищее существование. То есть, две трети населения держат в нищете, они в состоянии достойно жить, хорошо работать, развивать свои производства. И на этом фоне растут цены на продовольствие, на коммуналку, на таблетки, растут цены на бензин, на солярку. Скажите, почему, господа в правительстве, вы проводите такую политику? Ведь можно проводить совершенно иначе. А такое государство сможет быть эффективным управленцем? Вот если получат в свои руки сырьевую базу, и понятно, какие-то деньги, и какое сырье, управленцем такое государство сможет быть эффективным? Аня, задаете очень умный вопрос. При нынешнем составе правительства никогда. Поэтому мы предлагаем сформировать правительство национальных интересов, народного доверия, которое бы состояло из профессиональных, грамотных людей. Я бы на месте Путина, я не понимаю его. Вот в последнее время абсолютно не понимаю. Провисаем, проседаем, пикируем, полземся ниже, глубже. И вся та же команда, которая огрызки от ельцинской кадровой политики. Ну зачем он держит Кудрина? Который деревню оставил на голодном пайке. Который ничего не добавляет территориям. Который выкачивает последние ресурсы из базовых отраслей производства. Мы же перестали строить самолеты, машины, корабли и прочее. И не финансируется стройчик. И причем говорит опять, давай в этот самый мешок с деньгами. А где этот мешок хранит он? Он за океаном хранит. Те на эти деньги воюют с Ливией. Строят свои заводы, строят свои самолеты. Заняли почти все мировые рынки и прочее. Зачем он держит Фурсинга? После того, как Фурсинга притащил эту программу дебилизации населения, этот закон. Ну полной дебилизации. Ну вдумайтесь. Просили самых крупных специалистов, ученых и педагогов назвать главные предметы, которые должны быть в школе. Вдумайтесь. Ни один не угадал те, которые внес Фурсинга в закон. Ни один специалист, кто назвал литературу, русский, история и так далее. Но ни один не назвал те, которые притащил Фурсинга. Ну зачем господин Путин держит его? Вот какой смысл? Угробить образование? Да. Я, например, эту программу, ту, которую Фурсинга сегодня реализует, читал послание, секретное послание Международного банка, который сформулировал нам эти задачи в 94-м году. Убрать профтехобразование, разрушить базу классической высшей образования и обескровить среднюю школу. Ну в 94-м году школа была в иностранном управлении. У нас сидел Козырев, сидел Ельцин беспомощный. Тогда ни денег не было. Ну сейчас-то кто заставляет Путина держать министра? Вы же встречаетесь с премьером тоже, когда вы его об этом спрашиваете. Скоро опять будет. Он говорит, вроде хорошие. Они все из своего клана, все из одного подъезда, все, собственно говоря, с одного города. Это полное безобразие. То же самое, то же самое. Потрясающе. С точки зрения, то же самое и в армии. Ну человек не знает. Человеку отдали гигантские деньги. Сердюкову я имею в виду. Закупают беспилотники в Израиле, винтовки в Италии. БТРы собирают. Собирается там же на Западе закупать. Ну, я вот, например, не верю в то, что это какая-то личная инициатива Сердюкова. То есть, безусловно, он контролирует этот процесс. Он вносит предложения. Но, извините, решение-то принимает премьер. В данном случае президент. Поэтому можно было давно поменять этот курс, эту политику. Но, видимо, заинтересованы. Видимо, несвободны. Но есть еще одна особенность. В условиях кризиса и жесткой обстановки она ужесточается. Сейчас в мире растут цены на продовольствие. В мире, по сути дела, развязали новую войну в Ливии. Да и война не с Умамаром Каддафи. Это война за ливийскую нефть. И если там Клинтон Кувейтскую нефть захватил, Буш Старший, иракскую нефть, эти решили прикарманить эту нефть в ливийскую. А почему Европа-то взбеленилась? Смотрите, баррель нефти в Америке и в Европе уже разница в 10 долларов. Это значит, что производство в Америке будет дешевле. Они потеснят своих конкурентов, и Европа уже в панике. То есть, Ваш прогноз, Геннадий Андреевич, там дойдет, ну раз уж просто заговорили про Ливию, дойдет до войны? Она идет. Страшная, беспощадная, жестокая и циничная. Под прикрытием того, что контролируют небо, а с неба лупят по земле. Это давно ведут наземную операцию. Поддерживают эту шайку, которую назвали освободителями. Это не освободители. Я знаю, кстати, уровень жизни в Ливии был самый высокий в Африке. 14 тысяч долларов на человека. В несколько раз больше, чем в Египте. Лучше, чем в этом Тунисе. В Ливии отстроены дороги. Бесплатная еда дешевейшая. Литр бензина в Ливии сегодня стоит 3 рубля литр. А у нас 23-25, а то и больше. В Ливии гарантировано бесплатное образование и медицинское обслуживание. И в Ливии, кстати, организовано все это в Ахканале. Только для того, чтобы свернуть Каддафи. Который в свое время американскую военную базу вытолкал в Средиземноморье. Они даже по сей день не могут ему этого простить. Они были хозяевами. Да, у них свои капиталы, счета. Но население местное, их 5 с небольшим миллионом, довольно уверенно и устойчиво жило. Поэтому и решили расправиться. Расправились с Адамом, расправились с Молодшевичем, расправились с Каддафи и всеми остальными. И начиная от Гибралтара до Гималаев, это все пространство разваливается. Я не знаю, почему Израиль молчит. А почему Россия молчит? Для меня неудивительно. Я, кстати, официально делал заявление. У России был блестящий ход в этом плане. Просто могли прямо сказать, надо было с китайцами встретиться. На 100% уверен, китайцы поддержали. Если бы мы сказали наложим вето, китайцы поддержали. Индия поддержала, Бразилия и, возможно, Германия. Это более половины человечества крупнейшей страны. И еще сказали, мы пользуемся авторитетом той же Ливии. Мы готовы быть посредниками. Знаете, какие контракты мы потеряли? На 12 миллиардов долларов это прямая выгода. Вот то, что заключили. И упущенная выгода минимум 10 миллиардов. 22 миллиарда долларов похоронили в ходе одной операции. Вы понимаете, надо думать головой, надо проявлять волю и характер. У нас 150 тысяч работало в Ираке. Мы всю инфраструктуру отстраивали. Мы могли спокойно и там трудиться. Там западные курния вставят палку и не фонтанируют. 2-3 доллара себестоимость Борреля, а сегодня утром было 110, а то и больше. Поэтому, если вы не отстаиваете свои национальные государственные интересы, тогда зачем такой МИД, такое правительство? На мой взгляд, абсолютно необоснованно выгнали посла. Посол грамотный, разумный человек. Я его знаю, он в Ираке, кстати, достойно отработал. Один из лучших арабистов. Поэтому надо уважать и беречь таких людей, которые в состоянии и вовремя вас проинформировать о том, что происходит. Нам надо в срочном порядке отклеиться от американского дяди Сэма и не заглядывать ему взад. Нам надо проводить свою политику, и вас будут уважать и в Америке, и в Европе, и в Азии. Мы могли бы целый ряд программ двинуть вперед. У нас великолепная программа могла бы быть экологически чистой продовольствия. 800 миллионов можем на своих землях кормить. Но в бюджете на землю, на леса и воды, 1,2% расходной части. В Америке 24, в Европе треть. Но почему, господин Путин и Кудрин, вы землю оставляете без поддержки? Вы бы получили хорошее продовольствие? Если бы в прошлый раз не убедил президента закупить большую партию зерна, убеждал 15 миллионов тонн закупить, положить за крома, и тогда мы сейчас сбили цены на продовольствие. А сейчас все ползет вверх, как бы жить простому человеку. У нас великолепная наука, у нас классные математики. Мы учили лучших математиков Индии, у себя в стекловке учили. Наши программисты сегодня на вес золота во всем мире пользуются авторитетом. Вот в прошлый год индусы получили на программном продукте 25 миллиардов долларов. Мы и не получили миллиарда, а могли получить в два раза больше, чем те же индусы. Но для этого надо вкладывать. Вот сейчас перепись населения, демография. Поддержите молодую семью. Поддержите семью, которая родила 2-3 ребенка. Показывают по вашему каналу жуткие кадры. Молодая мама, у нее 8-10 детей, живут в чулане. И все разводят руками, как помочь этой маме. Причем, видно, мама очень любит детей. И детки все ухоженные. Они показывали, детки умные, личные. Президентское же выступление было посвящено как раз детскому вопросу. Извините, пожалуйста. После этого, через следующие сутки, этот вопрос должен быть решен в государстве. Если это государство и нормальная власть. У нас на каждого нарожденного сегодня надо смотреть, как на своего защитника завтрашнего. И на работника, который вас будет кормить. По переписи, 142 миллиона с приписками. Потеряли 2 миллиона с лишним. Говорят, немного. Это 2 города-миллионника. Но потеряли мы не 2. За эти 20 лет потеряли 15 из них. 14,5 миллионов русские. Но обратите внимание, где потеряли. С Дальнего Востока убежало почти 2 миллиона. Пол населения в Магаданской области осталось. 5 миллионов в Сибири убежало. Бегут куда? Вокруг Москвы, вокруг Питера. Еще немножко на юге. А где основные ресурсы у страны? С Гуралом 90% тех ресурсов, которые питают нашу промышленность. И без которых мы не в состоянии развиваться. Ну все взаимосвязано, безусловно. Промышленность не развивается. Ну это, заинтересуйте. Почему туда ехали? 400 лет ехали на Дальний Восток. Даже в годы войны население прибавляло. Почему при вашем правлении мы потеряли столько населения? Скажите, почему? Почему я ходил к Путину и говорил. Скажите, как можно жить на Дальнем Востоке, если цена билета от Владивостока до Сан-Транциско дешевле, чем до Москвы? Я приехал из Центральной России, у меня здесь родственники поехать на свадьбу к брату или на похороны к родителям, ты не в состоянии. Так извините, что же за политика такая? Еще Винтов в свое время вел Челябинский порог. За Челябинском ни на копейку нельзя было повышать тарифы. Мы бы никогда Сибирь и Дальний Восток не освоили. Но не надо симпиадий иметь в голове для того, чтобы решить эту простейшую задачку для огромной страны. Пытаются же вроде снижать. Ничего не пытаются. Болтовня идет сплошная и никакого элементарного решения, никакой нормальной ответственности. А миграционную политику надо менять, как вы считаете, в связи с событиями на том же Ближнем Востоке? Ведь есть же прогнозы, что сейчас огромное количество беженцев, в том числе и в Россию пойдут. Ну вот, разболтали ситуацию. Сейчас пытаются Сирию... Ведь это наш главный союзник за Средиземным морем. Надо максимально Сирии помогать. Эта волна, не исключаю, хлынет и дальше. Средняя Азия впереди. Северный Кавказ. Надо быть предельно бдительным и внимательным. Уже проецируют эту так называемую гуманитарную интервенцию на наши просторы. Ее тоже перекинуть несложно. Вместо того, чтобы сегодня провести честные выборы, выдвинуть сильные кадры, значит, вместо того, чтобы этот котел, который все больше набухает и вручную спускают клапана, одним подбросит, вторых погладят, третьих засудят, четвертым по теме мешку стукнут, вместо того, чтобы вести нормальный диалог с народом, населением, прислушаться к конкретным предложениям и принимать важные решения, Единая Россия, на мой взгляд, на это не способна. Сейчас снова выстраивают новую схему. Теперь вот понимают, что Единая Россия столько не соберет. Все увидели. Мы, например, выиграли в Тверской области практически во всех городах. В Твери, в Оржеве более 50%. Это в Марсе вы имеете в виду. В Орзамасе 55%. Вот сейчас в Бердске меры выиграли. Если тут по югу у нас обирают, в Дагестане, в Тамбове, к несчастью, сидит губернатор, которого давно палкой гнать надо, просто жулик, откровенный жулик. Просто поражаюсь, что он сидит в Российской, Русской области и держит такого жулика. Но дальше, если так вести, во-первых, население уже не верит этой политики. Если опять голоса сыпать Единой России, это прямой путь к бунту. Но вместо того, чтобы привести все в норму, опять сейчас начнут нарезать. Вот Единая Россия, Справедливая Россия. И теперь Шувалова сажают на правый фланг. И вот это будет Союз Трех, который и дальше будет проводить политику рыночного фундаментализма. Но что должно произойти, чтобы понять, что политика рыночного фундаментализма, эта политика преступная, от начала до конца. Производство не развивается, людей не уважают, голосу не прислушиваются, о детях не заботятся, из кармана все вывернули, и все отдают этому эффективному собственнику. Где он собственник? Вот эти эффективные собственники. Москва обогнала Нью-Йорк по количеству миллиардеров. Знаете об этом? В Москве миллиардеров больше, чем в Нью-Йорке, чем в Токио и всех остальных. Ну что это такое? На фоне невиданного кризиса, ограбления населения. Эти упыри набивают карманы. Меня не очень поражают, я тебе откровенно скажу. Вот для меня открытие последних лет, я все-таки неплохо знаю российскую историю, мировую. Понимаете, как правило, капиталисты, когда пахнет в воздухе грозой, начинают быстро соображать и думать, а как сохранить хоть часть своих капиталов? Эти нажива, жадность, интенсивность хранения задушили. В свое время Рузвельт собрал 50 главных капиталистов Америки и сказал, отдадите мне половину. Те говорят, с какой стати? Он говорит, я откуплюсь от бедных, я помогу стройке, я организую массовые работы общественные, я сделаю то-то, то-то, то-то и то-то. Я в Аризоне банки, я подавлю преступность, но вы отдадите. Они уперлись. Он сказал, не отдадите. Тогда у нас через год будет то, что в России было в 2017 году. Эти сутки поразмышляли и отдали ему половину капитала. Эти сидят на мешках денег, наворованных, натасканных, незаработанных. И даже в этих условиях никак не примут простейшие решения. Ни по солярке, ни по бензину, ни по транспортным расходам, ни по коммунальным расходам. 70 с лишним процентов, если будут дальше тариф повышать, не в состоянии их платить. У них один выход, идти на улицу и разбираться, кто их довел до такой жизни. Геннадий Андреевич, закончилось наше с вами время. Начались предвыборные месяцы. Посмотрим, может быть что-нибудь изменится все-таки. Спасибо вам большое за то, что пришло. Хорошо. Ну а наша программа по образованию и науке, прошу детям и домашним показать. Хорошо, спасибо. Напомню, на студии был лидер КПРФ Геннадий Зюганов.